Вроде бы всё готово, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Открываем заседание нашего диссертационного совета. В составе председатель Кузьмин Леофикторович, зампредседателя Калошин Вадим Анатольевич. Иванов Дмитрий Владимирович дистанционно, Банков Сергей Евгеньевич очно, Леухин Анатолий Николаевич очно, Баскаков Александр Ильич дистанционно и Ледвинов Олег Станиславович присутствует очно. Кворум у нас есть, поэтому можно начинать работу совета. Защищается у нас сегодня Чижевская Яна Игоревна тема диссертации «Поглощающую структуру с талендерическими и сферическими элементами типа электромагнитных чёрных дыр». Представлено на соискании учёной степени кандидатов из МАТ-наук по специальности радиофизика. Ведущая организация Федерального учебно-образовательного учреждения Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Лобачевского. Научный руководитель Скобелев Сергей Петрович. Ведущий научный сотрудник ПАО «Радиофизика». Добрый день, коллеги. Соискателям были представлены следующие документы. Эта диссертация опубликована 19 июня 2023 года. Была проведена проверка на текстовое заимствование. Автор реферат опубликован 7 июля 2023 года. Отзыв научного руководителя Скобелева Сергея Петровича, доктора физмат-наук, ведущего научного сотрудника НИО-3 ПАО «Радиофизика». Заключение организации, где проводилась апробация от ФГОО Учреждения высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет. Отзыв один. От Лерер Александра Михайловича, доктора физико-математических наук, профессора. Профессор кафедры прикладной электродинамики и компьютерного моделирования физического факультета ФГОО Учреждения высшего образования Южный федеральный университет. Отзыв 2. От Давидовича Михаила Владимировича, доктора физико-математических наук, профессора кафедры радиотехники и электродинамики Института физики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Саратовский национальный исследовательский университет имени Чернышевского. Отзыв 3. От Семерния Екатерина Игоревна. Кандидат физико-математических наук, инженера лаборатории сенсорных решений и управления прикладных аппаратных решений Общества с ограниченной ответственностью Ислейский центр «Самсунг». Диплом магистра с отличием, выданный Федеральным государственным автономным учреждением высшего образования Московским физико-техническим институтом, Национальным исследовательским университетом. Справка о сдаче кандидатских экзаменов. Иностранный язык отлично, история философии науки отлично, радиофизика отлично. Документы были предоставлены и опубликованы на сайте МФТИ в срок и соответствуют требованиям положения о присуждении ученых степеней кандидата наук, доктора наук в МФТИ. Чижевская Яна Игоревна принята к защите протоколом голосования Экспертного совета по физико-математическим наукам институционной комиссии МФТИ номер FM 2023-12 от 27 июня 2023 года. На сайте опубликованы письменные заключения по содержанию диссертации, которые были подготовлены членами диссертационного совета. Заключение 1. Кузьмин Лев Викторович, председатель диссертационного совета, доктор физмат наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института радиотехники и электроники имени Котельникова Российской академии наук, профессор кафедры информационных систем и сетей Федерального государственного автономно-образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет. Заключение 2. От Калошина Вадима Анатольевича, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники имени Котельникова Российской академии наук, профессор кафедры радиотехники и систем управления Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт. Заключение 3. От Иванова Дмитрия Владимировича, доктора физико-математических наук, члена корреспондента РАН, проектора по научной работе Федерального государственного автономно-образовательного учреждения высшего образования Поволжский государственный технологический университет. Заключение 4. От Юхина Анатолия Николаевича, доктора физико-математических наук, Проректор по научной работе и инновационной деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Марийский государственный университет. Заключение 5. Банкова Сергея Евгеньевича. Доктора технических наук. Доцента главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники Котельникова РАН. Заключение 6. От Баскакова Александра Ильича. Доктора технических наук. Профессора кафедры радиотехнических приборов и антенных систем Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Национальный исследовательский университет МАИ. Заключение 7. От Литвинова Олега Станиславовича. Доктора физико-математических наук. Профессора кафедры ФН-4 физика ИРЛ-1 радиоэлектронной системы лазерной техники Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский государственный технический университет имени Баумана. Слово предоставляется соискателю для выступления по существу. Здравствуйте. Тема моей кандидатской работы это поглощающая структура с цилиндрическими и сферическими элементами типа электромагнитных черных дыр. На данном слайде приведено содержание работы. Далее я остановлюсь подробно на каждой из задач. Разработка широкополосных поглощающих элементов, обладающих высокой эффективностью поглощения для любого направления прихода электромагнитной волны представляет собой большой интерес для ряда технических приложений. Таких как средства ослабления перекрестных помех между оптическими и радиотехническими устройствами, поглощающие покрытие для снижения ЭПР объектов радиолокации, а также фотоэлектрические и солнечные батареи и радиопоглощающие покрытие для безэховых камер. Собственно, современные требования это эффективность поглощения, которая близка к 100% широкая полоса частот и широкий сектор углов облучения. Поэтому представляет интерес такой поглотитель, как электромагнитная черная дыра, который был предложен в статье Нариманова и Килдишева. Поглотитель представляет собой двуслойный цилиндр с неоднородной оболочкой без потерь и центральным цилиндром с потерями однородным. Ввиду такой конфигурации, лучи, попадая на поверхность цилиндра, начинают закручиваться по спирали, доходя до центральной области, полностью там поглощаются. Такое поведение похоже на обычную всем известную черную дыру, в целом поэтому поглотитель так и был назван. Но за счет того, что здесь присутствует скачок проницаемости по мнимой компоненте, можно видеть на графике красной линии, на внутренней границе есть скачок по мнимой проницаемости, поэтому возможны отражения и снижения эффективности поглощения. В целом, поэтому актуальность состоит в следующем. Исследовать модификации данного поглотителя с непрерывным профилем проницаемости по мнимой компоненте. Далее исследовать черные дыры их модификации с наличием уже магнитных потерь при реалистичных параметрах. Также исследовать их в периодических структурах и разработать новые эффективные алгоритмы для исследования одиночных элементов и периодических структур из них. Учитывающих радиальную неоднородность, а также наличие и магнитной, и диэлектрической проницаемостей. В целом, цель работы состояла в разработке и исследовании новых алгоритмов гибридного проекционного метода для анализа рассеяния и поглощения электромагнитных волн радиально-неоднородными цилиндрическими и сферическими магнито-диэлектрическими черными дырами и периодическими структурами, образованными из указанных элементов. А также исследование характеристик рассеяния и поглощения волн указанными элементами и структурами с использованием разработанных алгоритмов. Поэтому для достижения данной цели решаются следующие задачи рассеяния на цилиндрической черной дыре сферической, черной дыре периодической структуре из цилиндрических поглотителей и периодической структуре из сферических поглотителей. Перейдем к первой задаче. К задаче рассеяния на цилиндрической черной дыре. Как я уже сказала, на Римановом и Килдишевом был предложен поглотитель, у которого присутствует скачок по мнимой компоненте на внутренней границе цилиндров. Это поглотитель 1 в данном случае обозначен. Мы в своей работе предлагаем две модификации профиля данного поглотителя, чтобы согласовать проницаемость по мнимой компоненте. Поглотитель 2, здесь мы вводим линейную зависимость в центральной области от радиуса и на границе с оболочкой у нас проницаемость по мнимой компоненте равна нулю. Поглотитель 3, здесь мы не трогаем центральную область и вводим потери в оболочку, согласуя и на внутренней, и на внешней границе проницаемости. Так как второй тип поглотителя, в котором есть линейная зависимость в центральной области, показал довольно плохие результаты по эффективности поглощения, поэтому здесь я подробно останавливаться не буду. Скажу только примерный ход решения задачи, и дальше будем подробно разбирать следующий вариант. В целом задача решается следующим образом. Мы расписываем представление полей в трех областях. В оболочке и вне цилиндра можно разложить поле по гармоникам фрие с постоянными коэффициентами, а в центральной области с переменными коэффициентами. Далее мы удовлетворяем условиям непрерывности. После этого более подробно рассматриваем поле в центральной области. Оно должно удовлетворять уравнению Геймгольца. Подставляем туда представление поля и получаем следующее уравнение. После используем метод конечных элементов и, используя ранее полученные ограниченные условия, получаем окончательную систему уравнений. Вот с таким видом матрицы. После этого можно найти характеристики рассеяния поглощения, такие как поперечность течения рассеяния и эффективность поглощения. Далее рассмотрим чуть подробнее черную дыру уже с поглощающей оболочкой. Как я уже сказала, здесь мы вводили потерю в оболочку и вид проницаемости указан как раз таки на слайде. В центральной области у нас проницаемости постоянно. Ход решения задачи полностью аналогичный, за исключением того, что в данном случае у нас в центральной области уже будут постоянные коэффициенты при разложении по гармоникам фурья, а в оболочке они будут уже переменные. Ну и далее мы также можем найти характеристики рассеяния поглощения. Перейдем к анализу численных результатов. Здесь представлена эффективность поглощения цилиндра без потерь в оболочке и линейной зависимости проницаемости в центральной области из цилиндра с потерями в оболочке. Нижние три линии на левом графике характеризуют как раз таки поглотитель 2, в котором у нас присутствует линейная зависимость проницаемости в центральной области. Можно заметить, что эффективность поглощения довольно низкая, она ниже даже исходной черной дыры, предложенной Наримановым и Килдишевым. Собственно, поэтому мы далее ее и не рассматривали. А вот на графике B как раз представлена черная дыра с потерями в оболочке, у которой эффективность поглощения заметно выше, чем у исходного варианта. Также можно наблюдать довольно сильные осцилляции вблизи малых значений радиуса. Это объясняется тем, что волна не успевает полностью поглотиться и начинаются переотражения между границами. Далее мы проводили подбор оптимальных параметров для нашего поглотителя. То есть мы подбирали идеальное соотношение внутреннего радиуса к внешнему, а также параметра потерь. Здесь как раз таки можно видеть зависимость эффективности поглощения цилиндра от радиуса центральной области. Ну и после данной оптимизации мы остановились на варианте, что отношение центрального радиуса к внешнему должно быть в интервале от 0,3 до 0,5. На данном графике предано распределение поля по оси Х для разных внешних радиусов. Опять-таки для случая оболочки без потерь и с потерями. Вот как раз красные линии – это случай оболочки с потерями, и видно, что там уровень поля заметно ниже, и при увеличении радиуса у нас также уровень поля в целом снижается для всех поглотителей. Также присутствуют результаты для H-поляризации. Они почти полностью повторяют ранее рассмотренные, поэтому перейдем к следующей задаче. Вы сейчас разговаривали чисто про диэлектрический цилиндр. Также интересно изучить магнетодиэлектрический цилиндр. Поэтому, собственно, обобщить задачу. И, собственно, постановка задачи ровно такая же, только у нас добавляется еще везде магнитная проницаемость, которая во всех областях будет равна диэлектрической. Также здесь изменены некоторые обозначения. И теперь мы также рассматриваем и среды с отрицательным преломлением, и обычные среды. За это отвечает параметр α. β – это параметр, определяющий согласование внешней границы с свободным пространством. Собственно, также требуется определить эффективность поглощения для данного цилиндра. Так как у нас проницаемости равны друг другу во всех областях, то уравнение Гейнгольца для поляризации одинаково с точностью дозамены ε на μ. Поэтому мы будем решать только задачу для случая е-поляризации. Далее мы также представляем поля во всех трех областях, сшиваем их на границах. И в данном случае у нас есть возможность найти аналитическое решение. То есть до этого, если мы решали задачу только численно, здесь у нас есть возможность решить задачу численно для случая, когда нет согласования с внешней границей. То есть это при β равное нулю. Ну, собственно, поле в оболочке мы представили в виде разложения по гармоникам Фурье, подставляем его в уравнение Гейнгольца, получаем следующее уравнение, которое дифференциальное, которое приведено на слайде. После ряда замен мы получаем уравнение Бетселя, и решение к уравнению Бетселя выделено красным квадратиком на слайде. Это в целом является одним из новых результатов, которое было получено в рамках диссертации, поэтому я подробно сейчас на этом остановилась. Ну, далее после этого мы получаем окончательную систему уравнений, и если говорить про численное решение, то есть когда у нас β не равно нулю, то здесь все, как в прошлый раз мы делали, тоже метод конечных элементов, далее используя граничные условия, конечная система уравнений. Вот, и также чуть-чуть остановлюсь на численных результатах. Здесь интересно заметить, что эффективность поглощения для метаматериальной черной дыры заметно выше, чем для обычной черной дыры, то есть это все линии, которые расположены в верхней области. И также интересно заметить, что при уменьшении параметра потерь, то есть дельта, у нас эффективность поглощения для метаматериальной черной дыры с увеличением радиуса возрастает. Здесь приведен график влияния коэффициента β на эффективность поглощения, ну то есть согласование с внешней поверхностью для обычной черной дыры влияние почти никакого не оказывает, хотя это красная линия, а синяя линия – это метаматериальная черная дыра, и здесь видно, что согласование повышает эффективность поглощения, особенно при увеличении радиуса. Здесь приведена эффективная площадь рассеяния, и здесь можно видеть распределение поля на оси Х при заданных параметрах. В целом здесь по этой главе, наверное, все. Выводы я хочу сказать в конце, подвести итоги уже, так сказать, полной диссертации. Поэтому переходим ко второй задаче – это сферическая черная дыра. Здесь постановка будет такая же, как и для магнитотеэлектрического цилиндра, только с исключением того, что здесь мы уже рассматриваем сферу. У нас присутствуют и диэлектрические, и магнитные потери. Далее у нас ход решения аналогичный, но в данном случае мы уже раскладываем по сферическим функциям поля в трех областях. Потом производим сшивание на внутренне-внешних границах. Потом более подробно могу рассказать про поле в неоднородном слое. Здесь мы его представили как разложение по данным поперечным функциям. И подставляя это уравнение Максвелла, мы можем получить продольные компоненты полей, которые будут использоваться далее. После проектирования уравнений Максвелла на поперечные функции мы получаем две независимые системы обыкновенных дифференциальных уравнений. И после подстановки значений проницаемости туда мы, ну так как проницаемость одинаковая, мы сводим, ну система имеет одинаковый вид, и мы можем решать только одну систему. Ну и собственно здесь тоже система может быть решена аналитически при бета равной нулю, а при бета не равной нулю тут численное решение получается с помощью метода конечных элементов. Вот, и получаем окончательную систему уравнений, после которой можем также рассчитать характеристики рассеяния и поглощения. Численные результаты довольно похожи на то, что мы получили для магнета диэлектрического цилиндра, поэтому здесь я не буду подробно останавливаться, вот, а выводы также скажу уже в самом конце. Далее давайте перейдем к задаче периодической структуры из цилиндрических черных дыр. Здесь мы также рассматриваем уже хорошо известные магнеты диэлектрические цилиндры, которые расположены с периодом бета, с периодом бе на подложке, полубесконечной подложке, у которой есть диэлектрическая магнитная проницаемость. Ну и собственно требуется определить поглощенную, прошедшую в подложку и ткейную мощность. Здесь мы также представляем поля в трех областях, то есть во внешнем пространстве, в подложке и в слое с цилиндрами, только раскладываем здесь уже по гармоникам флаке. В пое с цилиндрами у нас будут переменные коэффициенты при гармониках флаке, а в подложке и во внешнем пространстве будут постоянные коэффициенты. Далее мы опять-таки сшиваем это на границах слоя при Z равном 0, Z равном H. Далее подставляем поле в слое в уравнение Гельмгольца, получаем данное уравнение. И после применения метода конечных элементов, мы, учитывая граничные условия, получаем вот такую окончательную систему уравнений. С матричными элементами, которые приведены на слайде. Работоспособность программ проверялась соотношением энергетического баланса, который приведен на слайде. И здесь можно подчеркнуть, что из нового здесь приведены мощности, поглощенные на периоде структурой из-за диэлектрических и магнитных путей. Это было получено в рамках диссертации. Также проверялась оптическая теорема, выполнение оптической теоремы. И далее тут есть еще рассмотрен частный случай решетки на экране. Полностью аналогичное решение, за исключением того, что у нас прошедшей подложкой мощности не будет, там будет ноль. И хочу чуть подробнее остановиться на численных результатах. Здесь мы исследовали 4 поглотителя. То есть стандартный первый, который был предложен Ремановым и Келдишем. Второй – это магнето-диэлектрический цилиндр с потерями в оболочке. Четвертый – магнето-диэлектрический цилиндр. И третий – это диэлектрический цилиндр, но у него зависимость от радиуса четвертая степень. У второго и четвертого поглотителей зависимость от радиуса минус вторая степень. И здесь приведено как раз сравнение эффективности поглощенной мощности для всех четырех типов поглотителей. Зелененькая линия – это как раз магнето-диэлектрический цилиндр. И он показывает достаточно хорошую эффективность поглощения почти для любого внешнего радиуса. Ну и при увеличении радиуса можно заметить, что все поглотители, кроме, наверное, самого базового, стартового, стремятся к магнето-диэлектрическому. Решетки из магнето-диэлектрических. Здесь приведена отраженная мощность. Ну и можно увидеть, что уровень отраженной мощности довольно маленький. Здесь приведено сравнение случая без экрана слева и случая с экраном, то есть структуры на экране. Невыраженным глазом видно, что отличий почти нет, поэтому можно сделать вывод, что при первой проходке волны у нас большая часть поглощается и в подложку почти ничего не уходит. И, наверное, одно из самых интересных, что хочется посмотреть, это сравнение с известными клиновидными структурами. И сравнение мы проводили таким образом. Поглотитель 5, который указан на слайде, он рассчитывался из-за того, что у нас одинаковый период у цилиндрических и клиновидных структур. Поглотитель 6 рассчитывался из-за того, что у нас площадь поверхности одинаковая у клиновидной и цилиндрической. Можно заметить, что наш поглотитель магнето-диэлектрический показывает себя довольно-таки хорошо, даже при малых радиусах, и он чуть выигрывает известные клиновидные структуры. И если посмотреть в разрезе углов, то здесь наш поглотитель, опять смотрим зелененькую и розовую линию, здесь наш поглотитель чуть хуже при больших углах падения, чем известные клиновидные элементы. На выводах также остановлюсь уже позже. Давайте перейдем к последней задаче. Это периодическая структура из сферических черных дыр. Собственно, здесь приведены на слайде сферические элементы, но не могут быть любые, любой формы сферы приведены для примера. У нас присутствуют сферы с диэлектрической магнитной проницаемостью, которые лежат на подложке, которая лежит на экране. Подложка может быть как полубесконечной, так и конечной толщины H1. Решетки рассматриваются как треугольные, так и квадратные. И требуется опять найти поглощенную, отраженную подложку мощности. Здесь все так же, как и мы делали до этого, только здесь мы уже раскладываем по векторным поперечным функциям поля, также сшиваем поля на границах, потом подставляем поле неоднородного слоя в уравнение Максвелла, получаем соотношение для продольных компонент, потом проектируем уравнение Максвелла на поперечные функции, получаем ОДУ, применяем метод конечных элементов и получаем окончательную систему уравнений. Также есть частный случай для диэлектрической решетки. Здесь полностью аналогичное решение, за исключением того, что у нас везде МЮ равно единице. И здесь хочу сказать, что чуть подробнее стоит на структуре матриц. Для диэлектрической решетки это слева, а для магнета диэлектрической справа. Ну и можно заметить, что у нас справа матрица больше, как раз за счет того, что у нас присутствуют члены для магнитной компоненты. Работа программ проверялась также с отношением энергетического баланса, оптической теоремы. Также, когда мы написали программу для магнета диэлектрической структуры, то сравнивали ее с программой для диэлектрической структуры путем того, что мы везде клали равные единицы и разные написания программ давали одинаковые результаты. Также мы проверяли сходимость результатов, то есть фиксировали уходное количество гармоний к локе и меняли расстояние между треугольными функциями и наоборот. И из этого выбрали оптимальное количество треугольных функций и гармоний к локе. Здесь на слайде примена отраженная и поглощенная мощность в зависимости от угла падения, чисто для диэлектрической структуры. Можешь заметить, что структура обладает довольно хорошим поглощением почти для любого угла прихода волны. И, наверное, один из самых интересных слайдов, это здесь мы сравниваем опять-таки нашу структуру сферических элементов с пирамидальными, с решеткой из пирамид. Здесь было положено, что у обеих структур одинаковый период, и из этого высчитывались остальные параметры структуры. Пирамиды отмечены черной линией с крестиками, магнито-диэлектрическая структура отмечена красной линией и чисто диэлектрическая структура зеленой линии. Слева это квадратная сетка, справа гексагональная. Можно заметить, что магнито-диэлектрическая структура довольно хорошо себя ведет даже в случае квадратной сетки, при том, что в случае сфер там имеются промежутки. И, если обратить внимание, разница здесь идет в третьем знаке. А при гексагональной сетке тут вообще довольно хорошо и даже диэлектрическая структура себя ведет. И одним из самых важных параметров для безаховых камер является сравнение модуля коэффициента отражения, поэтому здесь приведены графики для них. Левый график ограничен 1 лямбда, потому что далее уровень становится настолько низкий, что сравним с погрешностью расчетов. Поэтому мы ограничили здесь зависимость от радиуса 1 лямбда от периода. Здесь можно заметить, что для сферических структур у нас уровень ниже. Правый график – это также можно заметить, что при нормальном падении у нас ТЕ и ТМ волны имеют одинаковое значение, но при углах, отличных от нормального падения, сферическая структура все же уступает структуре из-за пирамидальных элементов. И в целом хочется подойти к концу, то есть зачитать результаты положения, которые выносятся на защиту, и в целом подвести итог работы. В данной работе был предложен непрерывный профиль диэлектрической магнитной проницаемости в цилиндрических и сферических электромагнитных черных дырах, который позволяет уменьшить отражение волн на границе оболочки и внутренней области, и тем самым повысить эффективность поглощения элемента по сравнению с его исходными вариантами. Новые аналитические решения были предложены обыкновенных дифференциальных уравнений для полей в неоднородных магнито-диэлектрических слоях, образующих цилиндрические поглощающие элементы типа электромагнитных черных дыр. Также предложены новые численные алгоритмы гибридно-профессионного метода, которые позволяют решать задачи рассеяния поглощения электромагнитных волн одиночными магнито-диэлектрическими, цилиндрическими и сферическими черными дырами. Также получены новые численные результаты, касающиеся эффективности поглощения волн в одиночных цилиндрических и сферических черных дырах. Разработаны новые численные алгоритмы гибридного проекционного метода, позволяющие рассчитывать характеристики поглощения и рассеяния волн одномерно-периодическими структурами с элементами в виде цилиндрических магнито-диэлектрических черных дыр. и двумерно-периодическими структурами с элементами в виде сферических магнито-диэлектрических черных дыр, расположенных на однородной магнито-диэлектрической подложке, включая в случае расположения подложки на идеально проводящем экране. Также получены новые выражения для расчета мощности, поглощенной в одномерно-двумерно-периодических структурах, указанных выше, и используемой для исследования эффективности поглощения последних. И получены новые результаты, характеризующие коэффициенты отражения и прохождения, а также эффективность поглощения одномерных и двумерных периодических структур, указанных выше, при различных значениях параметров элементов. Показано, что рассмотренные структуры с оптимальными параметрами элементов способны обеспечивать эффективность поглощения близко к 100% в широкой полосе частот и в широком секторе углов падения волны. Показано, что характеристики отражения и поглощения структур с элементами в виде черных дыр сопоставимы с характеристиками структур, образованных личными самовидными и гармидальными элементами, но при этом толщина первых оказывается вдвое меньше, чем толщина последних. Ну и по теме диссертации было опубликовано 6 журнальных статей и 10 конференционных статей. Спасибо за внимание. Спасибо, Яна Игоревна. Перейдем к вопросам и замечаниям из отзывов в формате «Вопрос-ответ». Значит, первый вопрос от Кузьмина Льва Викторовича. Вопрос первый. В разделе «Научная новизна» имеется фраза «Магнетно-диэлектрические черные дыры при их оптимальных параметрах могут обеспечивать». Какие оптимальные параметры имеются в виду, что значит оптимальные и по какому критерию? Имеется в виду соотношение радиуса внешней поверхности поглотителя и радиуса его внутренней области, а также параметр, который определяет максимальные мнимые части проницаемостей. То есть оптимальные – это такие параметры, которые обеспечивают максимальную эффективность поглощения для данного поглотителя. Ну, с точки зрения возможности реализации на практике. Вот. Ну, здесь, например, на слайде приведена картиночка и представление проницаемости. И в данном случае мы оптимизировали параметры бета и альфа. Вопрос. Да. То есть радиус цилиндра или сфера задавался по отношению к длине волны. Другие определения могут быть получены из минимального и максимального размера поглотителя в длинах волн. Ну, вот, например, на картинке присутствует как раз зависимость эффективности поглощения от внешнего радиуса. Радиус выражен через длинный волны. Ну, и, соответственно, здесь эффективность поглощения показана в полосе 10 к 1. Здесь приведу примеры практической реализации. Которые известны в статьях с ссылками на статьи. Например, известны многослойные черные дыри, которые выполнены, вот, как показано на слайде, в виде слоев, где в каждом слое есть постоянное значение проницаемости. Также метаматериалы. Тут также приведено в этих двух статьях, которые достигаются с помощью специальных напечатанных элементов, которые видны на картиночке. Также фотонные кристаллы – это поглотитель, в котором высорлены дырочки, за счет чего достигается такой эффект. И структуру типа поленец, тоже, которая приведена на слайде. Вот, наверное, так. Вопрос четвертый. Могут ли коммерческие пакеты для электродинамического моделирования использоваться для численного исследования структур, описываемых в диссертации? Могут, если использовать слоистые модели черных дыр с постоянными положительными проницаемости. Эпсилон и мю для каждого слоя. Но при этом требовалось в разы больше времени для расчета. С отрицательными проницаемости непонятно. Непонятно, получилось бы ли такое посчитать. Лев Викторович, удовлетворены ли вы ответами? Дополнительных вопросов нет. Понял. Следующий вопрос от Калошина Вадима Анатольевича. Вопрос первый. В работе нет разделения на результаты и положения, выдвигаемые на защиту? Положение приводится вслед за результатами. То сделано для лучшего понимания, чтобы показать, из каких результатов следуют защищаемые утверждения. Вопрос второй. Нет сопоставления полученных результатов с аналогичными полученными другими методами или с использованием физического эксперимента? Косвенное сопоставление полученных результатов с аналогичными полученными другими методами есть. Для одиночных погодителей проводилось сравнение с аналитическим решением для частного случая оболочки без потерь. То есть мы сравнивали то, что мы посчитали, с тем, что насчитали Нариманов и Килдишев. Гибридный проекционный метод ранее применялся для чисто диэлектрических периодических структур и в литературе проводил сравнение его работы с результатами других методов. Скобелев Сергей Петрович со Смольниковой в этих двух статьях обширно это огласили. Алгоритмы гибридного проекционного метода для одномерных и двумерных периодических структур с диэлектрическими черными дырами отличаются только геометрией и распределением диэлектрической принязаемости элементов. Поэтому для проверки использовались только соотношения энергетического баланса. Алгоритмы гибридного проекционного метода с магнитно-диэлектрическими элементами отличались размерами матриц алгебраических систем. То есть были другими, но они включали чисто диэлектрические элементы. И как частный случай, я уже ранее про это как раз говорила, мы проверяли как раз-таки правильность работы алгоритма сравнением премиуров на единицы чисто диэлектрической программы и чисто магнитной. Наверное, какой-то такой ответ. Вопрос третий. Для одномерной периодической решетки нет графиков коэффициента отражения в децибелах, что мешает оценить пригодность данной структуры для безэховых камер. Так как в большинстве случаев в безэховых камерах используются трехмерные объекты, ну, пирамиды, а двумерный клиновидный элемент используется крайне редко, то мы решили провести сравнение только для трехмерного случая, который наиболее интересен для практики. Спасибо, Вадим Анатольевич. Вы удовлетворены ли ответами? Есть ли доп. вопросы? Доп. Вопросы пока. А, понял. Следующий вопрос от Иванова Дмитрия Владимировича. Результаты диссертации показывают, что поглотители типа электромагнитных черных дыр могут обеспечивать близкую к 100% эффективность поглощения в широкой полосе частот, что востребовано в ряде практических приложений. В этой связи имело бы смысл более детально рассмотреть вопрос практической реализации таких поглотителей. Вопрос практической реализации выходил за рамки данной диссертационной работы, а примеры практической реализации приведены были ранее в пункте 3. Дмитрий Владимирович, есть ли еще вопросы? Нет вопросов. Нет. Да, спасибо. Вопрос от Леухина Анатолия Николаевича. Так как исследуемые поглощающие элементы и структуры предназначены для работы в широкой полосе частот, то было бы полезно учесть возможную зависимость диэлектрических и магнитных материалов, используемых в поглотителях, от частоты? Тут согласен, что для реализации поглощающих элементов и структур в широкой полосе частот нужно знать, как проницаемость используемых материалов зависит от частоты. Если такая зависимость известна, то они могут быть непосредственно в распространенных программах. То есть у нас присутствует возможность задать эту зависимость как входные данные и модифицировать программы таким образом. Вопрос от Банкова Сергея Евгеньевича. Вопрос первый. Поскольку новые программы для моделирования поглощающих элементов и структур были разработаны в целях повышения эффективности расчетов, то было бы интересно сравнить их по эффективности с другими алгоритмами, в частности с алгоритмами, реализованными в существующих коммерческих пакетах типа Unsoft, HFSS и CST Studio Suite. С замечанием частично согласно. В диссертации не приведено сравнение эффективности алгоритмов с существующими коммерческими пакетами типа Unsoft, HFSS и CST Studio Suite. Однако сравнение гибридного проекционного метода и CST были приведены в предыдущих работах с Кобелева Сергея Петровича и Семерни Екатерины Игоревны, приведены на слайде. Также эффективность гибридного проекционного метода была показана как для чисто диэлектрических поглотителей, так и для слоистых моделей. И время вычисления в CST данных поглотителей было в 5 раз больше, чем время вычисления с помощью ГМП. В связи с чем мы решили не рассчитывать наши элементы с помощью CST, предполагая, что в данное время было бы так же велико. Второй вопрос. Положение 6, выносимое на защиту, сформулировано в неоднозначной форме, так как само по себе получение новых выражений без указания их достоинств по сравнению с известными выражениями не является достижением. То есть согласно, что пункт 6 положений, выносимых на защиту, следовало бы написать более аккуратно, однако поскольку никаких выражений не было выведено ранее для расчета поглощенной мощности в элементах, то сравнение здесь представляется неуместным. Вопрос 3. В работе весьма бегло обсуждается вопрос физической реализуемости исследуемых структур, хотя они содержат сложные пространственно-неоднородные среды с отрицательными материальными параметрами. Возможно, этот вопрос отражен в известных работах. Тем не менее, хотелось бы, чтобы автор более подробно остановился на этом вопросе. Как я уже ранее говорила, вопрос практической реализации выходил за рамки данной диссертации. Примеры практической реализации были приведены чуть выше, в пункте 3. Сергей Евгеньевич, удовлетворены ли Вы ответами до вопроса? Потом, понял. Следующий вопрос от Баскакова Александра Ильича. Вопрос 1. В работе отсутствует перечень принятых обозначений, что сильно осложняет чтение диссертации? Мы используем стандартные обозначения для физических параметров, а список сокращений не был сделан отдельно. Тут с замечанием согласна. Однако после каждого сокращения присутствует расшифровка диссертации. Вопрос 2. Теоретические методы, разработанные в диссертации, а также полученные численные результаты, представляют несомненный интерес. Однако полностью отсутствуют рекомендации о практической реализуемости указанных структур и проблем с этим связанных. Вопрос 3. Недостаточно четко указаны рекомендуемые диапазоны частот МВ при использовании радиально-неоднородных поглотителей. И периодических структур из них с целью повышения эффективности поглощения в перечисленных актуальных приложениях. Мы не давали никаких рекомендаций по диапазону частот. Мы говорили о том, что такие поглотители требуются и в радиодиапазоне, и в оптическом диапазоне. Если известна проницаемость использованных материалов в требуемом диапазоне, то мы их можем учесть. И посчитать оптимальные параметры для каждого поглотителя в нужном диапазоне. Четвертый вопрос. Допущена опечатка формули 1.25 для радиолокационного поперечного сечения рассеяния цилиндра с поглощающей оболочкой, что следует исполученной размерности? Тут мы не можем согласиться со сделанным замечанием. Формула 1.25 хорошо известна в литературе и получена путем непосредственной подстановки выражений для рассеянного и падающего поля. Размерность для сечения рассеяния в рассматриваемом двумерном случае имеет размерность длины, в отличие от трехмерного случая, когда она имеет размерность площади. Вопрос 5. Известно, что скорость распространения электромагнитных волн и длина волны в материале существенно зависит от диэлектрической проницаемости среды. Как в данной работе учитываются дисперсионные свойства поглощающих структур? Дисперсионные свойства могут учитываться непосредственно путем задания диэлектрической проницаемости материала поглотителя на заданной частоте в списке входных параметров в каждой программе. Александр Ильич, удовлетворены ли ответами? Есть ли дополнительные вопросы? Есть дополнительный вопрос. Касается поляризации. Вот вы ничего не сказали, как влияет поляризация падающей волны. Здесь есть какие-то соображения. А эффективность поглощения? Что имеется в виду? Мы рассматривали, если имеется в виду двумерный случай, ей аж поляризация. Ну, если круговая поляризация электромагнитной волны, например. Мы бы рассматривали только линейную поляризацию. То есть мы не углублялись так далеко. Нет. Спасибо. Следующие вопросы от Литвинова Олега Станиславовича. Вопрос первый. Соискатель достаточно подробно описывает свои численные алгоритмы, но при этом не приводит выражения выведенных для расчета матричных элементов в системах алгебраических уравнений, к которым сводятся поставленные задачи. С замечанием согласна, так как часть выражений для расчетов матричных элементов не приведена, но все-таки часть приведена. Выражения довольно громадские, поэтому мы не стали их включать в текст диссертации. Например, для одиночно-сферической черной дыры мы их не приводили, но здесь, например, я привела фотографию из рабочей тетради, которая демонстрирует эти матричные элементы. Вопрос второй. Было бы интересно узнать, какие дальнейшие задачи могут быть поставлены и решены в рассматриваемом направлении, например, в части практической реализации рассмотренных поглощающих элементов. Практическая реализация материала с заданными параметрами – это очень важная самостоятельная область исследований и разработок. Но эта область находилась за пределами темы диссертации. Один из возможных путей реализации магнитно-директрических материалов состоит в применении 3D-печати, которая сейчас активно развивается. Вопрос третий. При наличии поглощения электромагнитных волн в черных дырах было бы интересно исследовать влияние повышения температуры поглотителя на эффективность поглощения электромагнитных волн? Для учета влияния повышения температуры на эффективность поглощения нужно знать зависимость проницаемости материала поглотителя от температуры. То есть, также мы, зная эту зависимость, можем подать на вход программы и посчитать уже интересующие нас параметры, характеристики. Вопрос четвертый. Кажется целесообразным исследование эффективности поглощения электромагнитных волн в зависимости от частоты для оправдания и использования термина «черные дыры». В данном случае термин «черные дыры» не связан с частотой, а он связан с тем фактом, что лучи, попадая на черную дыру, начинают закручиваться по спирали к центру. В поглотитель такой эффект достигается подбором такого профиля коэффициента преломления, при котором геометрооптические лучи, входящие в поглотитель, расплодняются в нем по спиралям. Ну, в целом, я как раз-таки в самом начале про это говорила. Вопрос пятый. Дополнительные исследования кажутся необходимыми для оценки возникновения кросс-поляризации при рассеянии электромагнитных волн на поглотителях типа «черных дыр». В мерных задачах рассеяния электромагнитной волны на центрических структурах кросс-поляризации вообще не возникает. В других случаях, когда теоретически она может возникать, поле рассеяния поглотителем с близкой к 100% эффективности поглотения имеет настолько низкий уровень, что вопроса поляризации не возникает. Вопрос шестой. В тексте диссертации замечены опечатки. Как это имеет место, например, в подрисуночной подписи к рисунку 1.8 на странице 32 диссертации? Да, здесь с замечанием согласен. Олег Станиславович, удовлетворены ли ответами? Есть ли дополнительные вопросы? Удовлетворены ответы, но дополнительные нет. Понятно, спасибо. Вопросы от ведущей организации. При рассмотрении средств с неоднородными распределениями диэлектрической и магнитной проницаемости следовало бы остановиться на обсуждении возможности практической реализации подобных средств в случае, когда указанные проницаемости, содержащие как реальную, так и мнимую части, имеют одинаковые профили. Практическая реализация материала с заданными параметрами – это очень важная самостоятельная область, как я уже говорила ранее, и эта область находится за пределами данной работы. Ну, как я уже сказала, один из возможных путей реализации магнито-диэлектрических материалов – это 3D-печать. Второй вопрос. За пределами внимания автора диссертации остался важный для обсуждаемых в ней приложений случаев, когда действительная часть диэлектрической или магнитной проницаемости среды, заполняющей рассеивающий объект, является отрицательной в его внутренней области, но меняет знак на положительный при приближении к внешней границе рассеивателя. Как известно, в этом случае могут иметь место резонансные особенности рассеяния и поглощения падающего излучения. Однако в диссертации эти вопросы не обсуждаются, несмотря на то, что они заслуживают упоминания хотя бы на уровне ссылок на соответствующие работы других авторов. Мы согласны, что указанный случай можно было бы упомянуть, но резонансное поглощение – это узкополосное поглощение, а нашим объектом исследования являются широкополосные поглотители, как и вами является электромагнитная чёрная дыра. 3. Преследование особенностей рассеяния на одиночном цилиндре в первой главе и на решётке цилиндрических элементов в третьей главе автор ограничился рассмотрением случая нормального падения волны по отношению к образующим цилиндров. В этой связи остаётся неясным, как изменяются полученные в диссертации результаты при падении волны под углом коси цилиндрического рассеивателя. В случае наклонного падения на бесконечные в одном направлении цилиндрические магнито-директорические структуры представляет интерес. Результаты, конечно, как-то изменятся, как и в этом случае задача уже не разделяется на невысимые случаи Е и H поляризации. При падении волны какой-либо одной поляризации рассеянное поле будет содержать как компоненты электрического поля параллельно оси цилиндра, так и компоненты магнитного поля параллельно оси цилиндра. Подобные задачи могут составить тему ещё одной работы в рамках развития гибридного проекционного метода. Вопрос 4. Диссертация несвобода от некоторых погрешностей изложения. Подпункт А. Формулировки ряда положений, выносимых на защиту, нельзя считать удачными. Так, в качестве положений 4 и 7 авторам представлено изложение полученных результатов в качестве приложений 2 и 6 указаны найденные аналитические решения и выражения. Очевидно, что защищаемые положения должны подтверждаться полученными результатами, но не могут отождествляться с ними, тем более с формулами и математическими выражениями. Здесь замечанием согласно. Обычно на защиту выносится положение, а в этой диссертации на защиту вынесены положения и некоторые результаты. Функт 2. Можно было бы дополнить тем, что для частного случая цилиндрической дары без согласования со свободным пространством может быть получено аналитическое решение задачи. Функт 6. Можно было бы дополнить так, что мощность, поглощенная в элементах периодических структур, определяется мнимыми частями, входящими в матричные элементы алгебраических систем, к которым сводится задача рассеяния в результате применения гибридного проекционного метода. Работа выиграла бы, если бы ее введение содержало краткое изложение диссертации по главам. Здесь согласна. И заключительный используемый в диссертации термин магнито-диэлектрический для рассматриваемых средств является калькой соответствующего термина на английском языке. В отечественной литературе такие среды принято называть магнито-диэлектрическими. Тут тоже с замечанием согласно. Вопросы от Лерер Александра Михайловича. Вопрос первый. В работе отмечается, что наилучшие результаты достигаются из материала μ-0, ε-0. Известные не такие материалы, двумерно-периодические структуры, у которых указанное свойство проявляется в узком диапазоне частот. Нам также известно, что создание широкоположных метаматериалов с отрицательным показателем преломления на практике все еще остается нерешенной проблемой. Второй вопрос. Математически не введен и поэтому непонятен термин «эффективность поглощения» Q-ABS. Рисунок 5 и далее. Смысл термина «эффективность поглощения» хорошо известен, и он также кратко описан на диссертации на странице 23 с посылками на соответствующие источники. «Эффективность поглощения» представляет собой сечение поглощения, нормированное на диаметр цилиндра 2. В рассматриваемом случае определяется формулой, приведенной на слайде. Те первое, слагаемое в квадратных сходках в скобках, соответствует сечению инстинкции с обрядным знаком, а остальное слагаемое – сечение рассеяния. Вопрос третий. Для структуры шаров приведены результаты при углах падения 0 и 30 градусов, которые иллюстрируют эффект почти 100% поглощения в широком диапазоне углов. Для решетки из цилиндров такие данные отсутствуют. Тут замечание согласно. Вопрос четвертый. Не всегда точен пункт номер 7 заключения. Для решеток без потерь матрица Эрмитова и имеет мнимые части. С замечанием согласна. Тут следовало бы уточнить, что мощность, поглощенная в элементах периодической структуры, определяется мнимыми частями именно матричных элементов, определяемых только интегралами от проницаемости поглотителя, умноженных на поперечные функции, по которым раскладываются поля, и на треугольные функции в методе конечных элементов. Например, для решетки из сферических поглотителей приведен матричный элемент, будут учитываться мнимые части только второго и третьего слагаемых. Вопрос от Довидович Михаил Владимирович. В работе утверждается, что разработанные алгоритмы более эффективны, чем известные. Однако этот тезис не обосновывается. В частности, нет обширного сравнения с другими методами, позволяющими решать подобные задачи. Например, с универсальным методом объемных интегральных уравнений. В диссертации нет обширного сравнения разработанных алгоритмов гибридно-проекционного метода по эффективности с методом объемных интегральных уравнений, так как подобные сравнения были проведены ранее в литературе, где рассматриваются аналогичные задачи. Примером может служить работа Кузьмирова и Скобелева Сергея Петровича, где показано, что время расчета по методу объемных интегральных уравнений в несколько раз больше времени расчета гибридно-проекционным методом при прочих равных условиях. Если бы мы рассматривали структуры с высококонтрастными элементами, то метод объемных интегральных уравнений имел бы место быть. Но в нашем случае все профили проницаемости гладкие, и метод конечных элементов довольно быстро сходится. То есть требуется немного поперечных и треугольных функций. Про другие методы, реализованные в коммерческих программах, было сказано ранее в пункте 3. В работе используется магнитная проницаемость. При этом результаты в безразмерных параметрах распространяются вплоть до оптических частот. Между тем, в оптике магнитная проницаемость имеет ограниченный смысл, и для обычных веществ близка к единице. Следовало бы определить диэлектрические магнитные свойства, включая частотные, поглощающих элементов, что важно для реальных поглотителей. Согласно, что учет диэлектрических магнитных свойств материалов, использованных при создании реальных поглотителей, является очень важным. Но он выходил за рамки работы. Вопрос 3. Не совсем обоснован выбор структур, анализируемых в главах 3-4. Для решеток из диэлектрических цилиндров имеется много публикаций с разными методами решениями, как отмечено в диссертации, с которыми желательно было сравнить результаты автора. Замечание по неполной обоснованности выбора структур неясно, так как тема диссертации связана с поглотителями именно типа черных дыр, и они как раз и используются в поглощающих структурах, рассмотренных в диссертации. Что касается решеток из диэлектрических цилиндров, то, согласно, по ним имеется много публикаций. Однако до наших работ вообще не было публикаций по решеткам с черными дырами, поэтому наши результаты не с чем было сравнивать. Вопрос от Семернии Екатерины Игоревны. В работе хотелось бы видеть объяснение того, что исследование одиночных черных дыр включает в случае использования в них метаматериалов с отрицательным показателем преломления. При исследовании периодических поглощающих структур такие случаи не рассмотрены. Кроме того, в главе 2, где исследуется одиночная сферическая черная дыра, в исследовании не включен в случае использования чисто диэлектрических материалов. Объяснение состоит в том, что одиночные черные дыры из метаматериалов с отрицательным показателем преломления могут обладать более высокой эффективностью поглощения по сравнению с одиночными черными дырами из обычных материалов. Эффективность поглощения структур в любом случае не может быть больше 100%, поэтому более сложные материалы не имеют преимущества по сравнению с обычными материалами. При исследовании цилиндрических черных дыр было показано, что магнито-диэлектрический цилиндр обладает более высокой эффективностью поглощения по сравнению с чисто диэлектрическим. Поэтому такую ситуацию мы ожидали и для сферических поглотителей, и рассмотрели сразу общий случай наличия магнитных и диэлектрических потерь. Яна Игоревна, спасибо за ответы на вопросы, поступившие из отзывов. Дальше слово предоставляется научному руководителю. Спасибо. Дальше, с дыром цилиндрическим, потом в своей магистрской диссертации тоже опыта набралась и уже вышла в аспирантуру, имея достаточно большой задел, как говорится. Поэтому у нее все шло в аспирантуре хорошо, поэтому она и за три года все задачи решила, которые мы планировали. Ну что могу сказать? Вот я каждому могу пожелать таких аспирантов, которые вот как Яна, потому что я удовлетворен в высшей степени, так сказать, работая с ней. Очень жалко, что она заканчивает уже, а то мы могли продолжить. Хотя она не часто посещала там радиофизику, там раз в неделю примерно, но было настолько эффективно, что каждое посещение прогресс давало, поэтому все шло хорошо. В общем, что я могу сказать? Диссертация, вы сами видите, она на достаточно высоком уровне, публикации в наших ведущих журналах, апробации во многих международных конференциях. Поэтому, ну что, можно было, конечно, по замечаниям, можно было, конечно, что-то еще спорить, кое-что-то дополнять, так сказать. Ну, в каждой диссертации можно, так сказать, какие-то... То есть есть куда еще работать, конечно, но вот то, что есть, то есть. И я думаю, что это нормально для того, чтобы принять положительные решения по этой защите. Вот. Ну и еще хочу просто поблагодарить всех членов Совета и деканат, аспирантуру, Валентину. Ну, очень благодарен за вот... Ну, то, что способствовали, вот так сказать, прохождению вот этой формальности всяких, чтобы защита состоялась нормально так, и чтобы все было подготовлено. Так, подготовлено. Вот, всем большое спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Оттверждено проректором по научной работе, кандидатом в физмат-наук, Баганом Италием Анатольевичем. Диссертация, поглощающая структуры с цилиндрическими и сферическими элементами типа электромагнитных черных дыр Чижевской Яны Игоревны, рекомендуется к защите на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.34 радиофизика. Отзыв ведущей организации. Диссертация, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Подписан Кудрином Александром Владимировичем, доктором физико-математических наук, заведующим кафедрой электродинамики. Утвержден кандидатом физико-математических наук, проректором по науке и инновациям МННГУ, Грязновым Михаилом Юрьевичем. Диссертационная работа, поглощающая структуры с санитрическими и сферическими элементами типа электромагнитных черных дыр, представляет собой завершенную научно-коллекционную работу, удовлетворяющую всем требованиям пункта 3. Положение о присуждении ученых степеней кандидата наук доктора наук в МФТИ, предъявляемым к кандидатской диссертации. По объему выполненных исследований, новизне предложенных подходов, значимости полученных результатов, Яна Евгеньевна Чижевская заслуживает присуждение степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.4 «Радиофизика». Дальше у нас идут ответы на дополнительные вопросы. Кто хочет задать вопросы, пожалуйста. Первый вопрос. У вас одно из положений. Написано, что предложена такая-такая-то зависимость. Я эту формулировку точно не помню, но меня зацепило то, что предложена некая зависимость. И дальше вы от нее отталкиваетесь и начинаете раскручивать теоретический анализ. Как-то хотелось понять, какой мотив-то вообще? Можно вообще любую зависимость предложить или там какие-то соображения были? Я пытаюсь понять, какому конкретному положению по зависимости. Сейчас я помню. Первое? А, то, что непрерывный профиль? Да, да, да. А, да, вопрос поняла. Мы, когда приступали к изучению данной задачи, у нас был поглотитель, который был предложен Наримановым и Килдишевым. И там как раз-таки, как я уже ранее говорила, есть скачок по мнимой компоненте в проницаемости на внутреннем радиусе. Вот. Мы предположили, что если мы согласуем проницаемость по мнимой компоненте, то эффективность поглотения улучшится за счет того, что мы снизим отражение. Вот. И поэтому мы данное положение вдвигаем на защиту. То есть мы предложили разные профили, проверили, поняли, что это правда так и есть. То есть вот это согласование, то есть непрерывный профиль поглотителя, он правда улучшает эффективность поглощения. Вот. Может формулировка не очень какая-то. Но имел в виду вот конкретный вопрос. Спасибо. Уважаемый член сайта, есть ли еще вопросы? Значит, вот как вы говорили, у вас там зависимый... Ну, как все подтверждают так, что в зависимости от угла там очень слабая падение. Вот. У нас здесь, как бы, в этой комнате есть зависимость от угла сидения, как бы, поэтому там на экране не очень хорошо было видно. Вот. Вы не могли бы показать просто вот какие-нибудь профили реально, вот, как там, чтобы видно было, где вот диэлектрическая, где магнитная проницаемость, как они связаны. И вот есть ли какая-то закономерность вот между ними с точки зрения вот минимизации именно поглощения. То есть вот они связаны, как-то или вы просто брали вот какие-то и смотрели, какое лучше, какое... Там же все-таки две функции, это не так просто. Вот. Поясните, пожалуйста. А, имеется в виду зависимость магнитной и диэлектрической проницаемости? Нет, нет. Я сейчас говорю, допустим, берем самый простой. Ну, вот, я сразу хочу сказать, что магнитная проницаемость, она вообще от лукавого. Потому что, на самом деле, эти все вещи интересны в широкой полосе частот. Вот. Вот. А в широкой полосе частот, что вы с ВЧ, ну, я уж не говорю про оптику, там, реализовать, так сказать, магнитную проницаемость, заданную, это нереальная задача. Вот сейчас, как бы, если вот вы как физика-то понимаете, то хорошо. Вот. Поэтому, давайте вот самый простой пример. Вот есть диэлектрическая проницаемость, есть, ну, есть, как бы, реальная часть, есть мнимая часть, да, или там, тангенс-дельта, как вам удобно. Вот. Есть какая-то связь между ними, должна быть, с точки зрения минимума, из каких соображений вообще, вот, выбирались вот эти все законы? Все, я поняла. В самом начале. Да. Сейчас, секунду. Ну, видимо... Магнитную проницаемость такая, что... Ну, магнитную проницаемость мы везде брали ровно такую же, как и диэлектрическую, но я так понимаю, ну, вопрос же не совсем в этом. Вопрос в другом. Вопрос, как связана мнимая часть, и действительная часть, допустим. Да, откуда бралась мнимая, и действительно начальник, почему именно такая. Да, из каких соображений это все выбиралось, вот, почему? Я хочу просто отлистать до начала, где вот есть формула в самом начале. Да, вот же там в самом начале, нет? Да, да, я сейчас отлистаю, я сейчас покажу. Можно вот тут посмотреть. Ну, вопрос... Да, 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 согласно, 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 вот. Откуда брались параметры Альфа и Бетта, правильно понимаю вопрос? Откуда вот... Подбирались действительные магнитные части, действительно или мнимые части. у вас кстати здесь бы не мы часть от радиуса зависит где оболочки зависит но у нас проницаем из центральной области постоянно в оболочке и действительно и мнимая часть зависит от радиуса вот она зависит от она нет бета у вас мнение а квадратно а квадратно ра квадрат зависит от радиуса а вот его на поле да здесь действительно мнимая часть об этом отвечает за согласование вот из каких соображений но согласование выводилась бета бета определялась из тех соображений что либо она равна нулю либо равно мнимой части компонента на границе чтобы у нас было согласование на как раз внешнем границе то есть тут такая логика внешне у нас единицы да просто да 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 ну по сути нам нужно вот эту штуку скомпенсировать за счет бета то есть и дельта умноженное на а квадрат ну точнее и дельта но бета равно и дельта на внешней границе и либо бета равно нулю это когда нет согласования здесь выбиралась из таких соображений других собрали все он у вас и псевдон у вас тоже к единице стримится и псевдон до на границе он равен единице а как это реализовать вот и псевдон единицы награде имеется до практически и до практически но практически машина так может быть надо было все таки какое-то конечное понятно всем спасибо еще вопросы вот у вас графики в основном это эффективность поглощения вы не строили характеристики обратного рассеяния например чтобы посмотреть вот но с точки зрения паверов настолько имеется графики вот для но тут их два графика да вот то есть вот 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 единственный но то есть здесь просто смотрели что у нас для мета материальной черной дыры теневой лепесток в прямом направлении чуть выше а по иксу это у вас в угол как да 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 град угол падения и ракурс да и вот как бы да для понимания вот это интересные были бы графики и еще вы не 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 планируете вообще в дальнейшем у нас сейчас в работе вроде бы этого нету расчет поверхностных токов на поглотители конкретно в рамках данного я понимаю что здесь нет но вообще это было бы интересно посмотреть потому что связать вот не только полевые характеристики но и токовые какие-то там но тут не могу ответить про дальнейшие планы возможно да это правда было бы интересно посмотреть спасибо если еще вопросы так тогда если вопросов нет то у нас дальше переходим к дискуссии если есть что сказать ну вы знаете значит я хотел несколько слов сказать во первых об актуальности это работа самом деле вот она реально актуальна потому и не только вот в качестве вот как я там своих вопросов писал по поводу без эхо камер ну и в программы стелс тоже в общем остается актуальной задачка вот поэтому здесь вопросов нет вот результаты с моей точки зрения тоже достойные получены конечно сказать как вот сергей петрович говорил к любой работе есть недостатки вот ну я по крайней мере часть таких недостатков вижу вот не могу сказать что как бы недостатки не ухудшают качество работы как там кто-то сказал как тут было написано вот да не снижают они снижают на самом деле значит он мой один за моих учителей барьер захаржика цинбаум нас учил что недостатки всегда снижают качество любые так сказать вот ну тем не менее а я не говорю что фатально я говорю что любой недостаток снижает но мы сейчас решаем вопрос о том достойны ли данная работа так сказать и сам соответственно диссертант в ученой степени значит ну вот моя точка зрения что до достоин и потому как написана работа как она сделана как так сказать какие были ответы на замечание то скотину видно что человек вполне достоин присуждение этому степени и вот кроме тех вот публикации которые были был также доклад у нас на афиг ну у нас это месяц до московский значит вот семинар по электродинамики антеннами не якомыча фельда который тоже поддержал эту работу ну поэтому вот я считаю что мы надо проголосовать в общем-то за присуждение искомой степени вот моя . зрение нет нормально да ну я хотел бы начать с конца а именно с общей оценки работы которая безусловно положительная вот и я считаю что работа в целом достойная хотя действительно и не лишенная недостатка теперь это мажорная часть теперь немного про замечания и и так сказать недостатки значит оценивая вот работу я на игоревле приходится приходилось все время взвешивать два фактора первый это действительно существенный большой объем работы проделанный диссертантом большой объем результатов и значит поскольку я сам неоднократно сталкивался но вот с разработкой численных методов решение динамических задач мне кажется я в состоянии вот адекватно оценить тот большой труд который был проделан и действительно получены вот эти значимые результаты практические и теоретические а с другой стороны вот сам объект исследования он вызывает определенные нарекания потому что до конца вообще не понятно он существует или он не существует значит поэтому и это в дискуссии отразилось которые сегодня мы слышали потому что практически каждый из членов совета и вот тех отзывы кто давал значит на диссертацию он говорил как это реализовать как это значит изготовить да действительно этот находится за пределами диссертационной работы можно конечно дискутировать о том справедливо такое ограничение там или несправедливо в ряде случаев справедливо мы такие примеры знаем когда подобный подход себя оправдывает имеет право на жизнь из истории тех же самых метаматериалов имеет существуют примеры когда он себя не оправдал вот ну в частности история с той же самой линзой веселаго показала что они много много говорили а она не реализуема в конечном итоге значит но тем не менее вот взвешивая у этих два фактора о которых я говорил я безусловно склоняюсь к тому чтобы фактор положительный фактор большой проделанной работы действительно получение значимых результатов научных он перевешивает поэтому моя оценка в целом положительная и я призываю диссертационный совет проголосовать в таком духе конечно ну я просто хочу сказать что вот эти черные дыры они предложены были в 2009 году вот после этого пошло не серия работ на этом дело в том числе и вот примеры реализации этих черных дыр то есть сначала они тоже сделали теоретическую такую вещь вот а потом дальше несколько авторов групп там там свои какие-то практические реализации вот которые показывали я например то есть это это тема разрабатывалась так сказать реально то есть люди заинтересованы в концентраторах этих самых солнечных батареях что эффективно поглощали с помощью таких вот цилиндрических элистерических элементов как их сделать вопрос такие исследования практически и велись поэтому мы просто так вы говорите что актуально это тем или не актуально вот тема актуальна актуальна что стоит ли ну пожалуйста вот 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 ну так ну надо было всего лишь создать и и пожалуйста так они создали американцы проекта в каком то узком диапазоне и наши и с компанией создали такие метаматериалы это все опубликовано но дело что они для практики еще недостаточно чтобы не так не так дело в том что там как только создается материал появляются потери которые все эти эффекты поэтому это бессмысленно так потери вот как раз они сразу придумали другое вот это мы эти места материала и прибудем для ЭПР вот и все понимаете практическая реализация да ну дальше конечно там но не все вы имеете это то что здесь в диссертации совсем другое были работы в которых было показано теоретически что эффект который в ленте висела как заложен он нестабилен он неустойчивый но на этой теме там много чего получено и полезного хотя сама висела ничего так сказать не дало а вот сопутствующие вещи там там большое понимание там вот а здесь ну так люди же интересованы Владимир Анатольевич поглотители как один из так сказать шагов в этом направлении то есть это ну как бы вот некое продвижение исследования этих линз ну не линз поглотители области черных твер а также продвижение в чистых методах собственно говоря вот эти два два результата актуальность изучения этих черных твер а также продвижение в области чистых вот собственно говоря две основные вещи которые значится ну и представляет актуальность на них все это построено вот так мы это рассчитаем вроде как идея как и должно быть нормальное основание ну а частные замечания может уметь себя тоже знаю мы с Янами обсуждали вы даже когда обсуждали какие возможные будут замечания ясны что там некоторые вещи ясны конечно мы все все работаем в этой области и все видим что там может быть поэтому ну за дискуссию прошу что еще тоже в рамках дискуссии ну вот марийский госуниверситет вот я представляю здесь занимается сейчас разработкой пакета логос электродинамика в частности ну там все наверное знаете гетманца Александр Иванович вот он с вами как раз нас пытался познакомить не доводилось вот я с точки зрения но как разработчик такого прикладного софта могу даже выступить вот не хватает в работе верификации вот это этих методов этих результатов ну с какими-то расчетами тут вот эти замечания есть кстати тут на странице 5 ошибка в десятом пункте не ансофт аж аж фсс ансис да тут вот ансофт ансофт сначала был ансофт потом с ансис а я понял понял да о чем речь да ну ну хорошо но я вот с этой точки зрения что не хватает верификационных как бы верификации этих методов хотя там приводится верификация со статьями да ну то есть статья опубликованная это в принципе тоже как бы уже некая верификация со статьей но вот конечно эти пакеты все прикладные по расчетам они очень мощные интересные и выполнить расчеты вот всех этих структур понятно что там наверное надо как-то хитро задавать их но тем не менее было бы очень интересно посмотреть графики не только вашими методами рассчитанными а вот методами ну уже таких пакетов только с этой точки зрения в дискуссии атак работа действительно очень интересная ну мы даже возможно там что-нибудь включим в этот пакет электродинамики который мы разрабатываем посмотрим там еще пока не разбирались с вашими методами но текст диссертации есть работа интересная спасибо я так понимаю за отдельный план значит я я вот просто хотел тоже добавить вот мы как-то все говорим я я просто хотел добавить мы все говорим вот про коммерческие программы но была еще одна программа вот она правда относилась к слоистой линзе вот это то что на основе матриц россии да да они она такая же эффективная как вот даже может быть и в чем-то более эффективной может быть и правда ее сейчас я не знаю если она реализована ее когда-то реализовали вот на кафедре в мы с озонов и я не помню кто там сергей да 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 вот у нас но на самом деле мне кажется что вот здесь вот важно даже не эта часть как бы вот ну что касается верификации на самом деле настоящей верификации будет когда действительно будут какие-то эксперименты а вот да да вот потому что ну да потому что вот и конечно в принципе значит а вот конечно все это можно реализовать хотя наверняка там получится что-то другое вот да 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 какие-то законы вот как получится другие но вот если вот сергей я не что-то сказал насчет и есть ли объект как бы да ну вот на самом деле здесь вот в этой работе она все-таки физико-математическая работа и вот здесь важно что есть вот в данном случае объекты была именно модель мне кажется вот именно модели и вот они конечно есть ну во первых есть модели как это вот точно совершенно ну и точно совершенно что у нас есть вот диссертант в этом мы можем тоже убедиться поэтому как бы вот я все-таки считаю что еще раз поддерживаю эту работу спасибо уважаемые члены диссовета за дискуссию заключительное слово предоставляется соискателю я не игру не хочу сказать спасибо всем членам диссовета кто здесь присутствует кто прочитал работу написал замечание отзывы и это было очень важно для каких-то доработок и еще большего погружения в тему также хочу сказать спасибо ведущей организации которая также рассмотрела мою работу и написала свой отзыв и замечания также объяснила полностью в чем их конкретный смысл также внешним оппонентом которые также потратили свое время и написали свое мнение о работе и конечно же хочу сказать благодарность научному руководителю Скобелеву Сергею Петровичу с кем мы пять или шесть лет уже сбилось со счета вместе исследуем данную тему мы написали множество статей которые были здесь указаны также съездили на международные и отечественные конференции без его поддержки это было бы невозможно хочу сказать спасибо за то что поддерживал самые сложные минуты когда хотелось все бросить это для меня это важно и помог пройти такой длинный путь действительно аспирантура это не сравнить с магистратурой бакалаврятом это намного сложнее и довести дело до конца но получилось только с помощью Скобелева Сергея Петровича вот спасибо ему огромное и еще раз всем присутствующим здесь на защите вот спасибо большое итак коллеги мы переходим к формальной части нашего заседания к выбору счетной комиссии и голосованию предлагается следующий состав счетной комиссии Калошин Вадим Анатольевич председатель банков Сергей Евгеньевич и Леухин Анатолий Николаевич вы не не возражаете надо проголосовать поднятием руки спасибо все за так сейчас мы просим соискателя гостей защиты и научного руководителя покинуть аудиторию мы отключаем открытую комнату с гостями защиты членом диссертационного совета сейчас придет ссылка на почту для голосования соответственно не забывайте вам нужно выбрать варианты за против воздержался и внизу справа кнопочку проголосовать или отправить голос готов так секундочку все результаты работы комиссии первая процедура голосования была проведена в трогом соответствии с требования положения о присуждении ученой степени кандидата наук ученой степени доктора наук в МФТИ второе общее количество бюллетеней 7 из них розданы 7 в том числе бюллетенем удаленного участника заседания 7 не роздано 0 результаты голосования членов диссертационного совета по вопросу происуждения ученой степени за 7 против 0 воздержался 0 в недействительных бюллетенях не коллеги нам необходимо проголосовать утвердить результаты голосования счетной комиссии значит просьба то есть все за спасибо итак еще у нас есть проект заключения предлагается принять за его за основу как проект заключения диссовета и дальнейшее замечание учитывать уже в рабочем порядке вот ну если только вдруг у кого-то сейчас нет каких-то 7 минутных предложений ну да по заключению ну если нет тогда в общем то да за проект заключения просьба проголосовать кто за против единогласно спасибо значит так и решение у нас диссертационного совета по итогам защиты значит в результате нашего заседания совет постановил что на основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета за 7 против 0 недействительных нету считать что представленная диссертационная работа соответствует требованиям положения просуждения ученых степеней кандидата наук доктора наук в фаты и и присудить ее автору чижевской я не игоревне ученую степень кандидата в физику математических наук по специальности радиофизика с чем я вас и поздравляю все коллеги спасибо заседание совета закончилось благодарю вас за участие всем всего доброго спасибо всем спасибо напоминаю кто выключит